Вот это у нас получается 4 промышленных, будем называть их сарая, где производится молоко. Тут все коровы? Коровы все. Тут они идут как? Вот оттуда мы сейчас пойдем по нему, допустим. Это высокоудойная, это на раздое они стоят. А там они где-то 100 дней. А растел мы там посетим дальше немножко. То есть есть родилка? Есть родилка, коровы с родилки поступают на то здание раздое, значит 100 дней, после 100 дней оператор смотрит удой, и дальше они пошли по коровникам, по удою ставятся уже. Ну, с четырех коровников идут в доильный блок? С четырех, на каждые два коровника вот молочный блок. То есть два молочных блока? Да, два молочных блока, с одного, двух коровников молоко поступает сюда. И тут оно отгружается. Все эти сараи дойные. По цене? 71,2 миллиона была стоимость вот этого всего проекта. Ну, Александр Ильич, надо время, чтобы вообще дать вот эту финансовую оценку. Такая технология должна быть в республике. Какая? Вот такая роботизированная. Сегодня на данной ферме роботы... А я не против роботов. Я по цене говорю. Ну, с ценой... Это дворец. Это понятно. Дай бог, чтобы у нас были деньги на строительство таких дворцов. Была поставлена задача определить оптимальный молочно-товарный комплекс по цене. Вот они экспериментировали, и я ему задаю вопрос. Этот комплекс соответствует технологии те же? Соответствует он другим? Это дешевле, дороже? На треть, оказывается, здесь мы вложили средств больше, то есть он оказался дороже того комплекса оптимального, который мы выбрали. Значит, наша задача за следующую пятилетку уйти с этих диких ферм. Надо строить комплексы. Не такие, конечно, дворцы, а надо строить технологичные комплексы. Дешевые. Надо вернуться к цене. Нам надо определиться, сколько будет стоить комплекс. На две тысячи вот такой, как у него с половиной. На полторы тысячи, на тысячу двести, на восемьсот голов. Оптимальная цена. А с ферм этих, где ведра доят до сих пор, нам надо уходить. Уходить на комплексы. Тогда будет нормальное молоко и прочее, и людей будем нормально кормить. Пока мы 75% это прилично, но 25% молока мы доим на этих фермах. Всех этих коров надо переводить в такие комплексы. Но он должен быть комплекс оптимальный по цене. Поэтому надо определить оптимальную цену комплекса. Я не говорю, что там дешевый должен быть дорогой. Скупой платит дважды. Но лишних денег нет в стране. И мы должны четко понимать, сколько стоит оптимальный комплекс. На две с половиной тысячи, вот как у него. Сколько на тысячу двести будет комплекс строить? Вывод один. В следующие пятилетки все дойное стадо должно быть технологично переведено в комплексы. Такие, подобные, неважно. Мы уже технологии наработали. Мы не должны обманывать самих себя и других людей, находясь в центре Европы, и даете молокопроводы или там еще где-то вручную может стоить. Это ты знаешь, что это за молоко.